уже проверено это стопудово так видео так плюс вот смотрите здесь такая фишка есть вот увеличение скорости за счет как сказать процессора видео если у вас не топовые конечно но более-менее новая видеокарта то есть программа определит что можно за счет этой видеокарты увеличить скорость обработки ну вот поставьте там я не знаю там 610 стоит лишь не топовый но меня устраивает так плюс первая строчка вот здесь вот это оперативная память которая будет использоваться при рендеринге то есть при создании видео отлично у меня стоит 8 гигабайт и из них свободно сами видите сколько дело в том что меня 64-битная версия на хрена я покупал память которую невозможно использовать не в xp не в обычном месте какой-то 32-битный так здесь ставим ну максимально не будем ставить поставим 3 гигабайта пусть блин херачит да конечно я знаю и вот максимальное количество травец и как-то по-русски то но неважно оставьте как есть не суть далее превью девайс это все это чушь собачьи аудио аудио тоже где девайс эффекты все это были нафиг не нужно так это как это будет выглядеть ну тоже не надо сиди синхронизация короче вот так так дождите как же это блин а вот вот это я уже попутал видимо очень пьяный был значит когда вы возвращаемся назад когда вы настроили проект для своего видео вы точно знаете что вы будете писать именно с такими параметрами ставим здесь вот галочку то есть если перевести на русский то все проекты будут именно с такими именно с такими же параметрами которые вы задали то есть грубо говоря 1280 на 720 прогрессивная развертка ротации никакой нет 3d ну блин у кого 3d то есть сейчас вся остальная хрень аудио такое значит перекодирование идет там в папку такую то соответственно просто делаем и play применить и окей все любое видео которое вы позже будете создавать создается как new да она будет с точно такими же параметры которыми которые вы указали в принципе все и так к чему вообще вот этот трендеж непонятными пьяный по поводу создания видео как ну вот это называется рендеринг значит здесь есть кнопка render as и можно вот через меню render as нажимаем так здесь хреново тучи форматов вернее ту и кучу форматов какие предпочтительнее для того чтобы выкладывать их в интернет так девочки и мальчики на самом деле форматов принципе то их 3 ну если вы конечно не не на mac компьютере работаете значит первый этапе файлы вторую это mpeg и 3 это windows media видео ну чем она предпочтительней не знаю дело в том что у него и размер поменьше будет ну и обрабатываться будут гораздо больше так значит давайте майн-концепт вот например вот mpeg это вот вот это вот есть есть вот еще вот такая вот хрень пик 2 предпочтительней конечно делать пик 2 здесь куча пресетов на самом деле вот я кодирую все эти заставки windows media видео но дело-то в том что программа не дура она вот например отметила вот здесь mpeg и то же самое 720 30 фрейм райт все дела вот mp3 это естественно музыка дело в том что здесь можно как бы так вот сделать то есть грубо говоря совпадение с текущими настройками проекта то есть большая часть вот этой байды которые там вот есть она просто отсеется и вот более-менее приемлемые прицеты они будут здесь показаны отлично есть еще такая фишка как шоу ми блин вот в чем я кодирую в том вот показывать и будет фишка в том что вот здесь вот просто на звездочку если нажмете вот например я нажал на эту звездочку и вот видите два прицета показались то есть очень удобно давайте вот так вот еще сделаем так давайте по поводу ави вот видео for windows видео for windows блин тоже надо настраивать на самом деле вот сами видите здесь например 60 кадров каким образом все это настраивается выделили прицет нажимаем кастом из темплейт смотрим 1280 720 фрейм райт вообще непонятно какой нас он не устраивает соответственно нам нужно вот хрень 29 970 как это я не знаю не ребята по ходу бы вообще никогда хорошо жить не будут так опять же прогрессивная развертка здесь указан кодек его не трогайте потому что в принципе там все нормально подобраны аудио так вот аудио да надо потрогать чем-то чем потрогать чтобы понял нас тюбик ими видеть you вот он пик layer 3 поддерживаемые форматы кстати да поймет так вот здесь вот еще одна такая фишка именно вот в ави файлах то есть качество рендеринга видео здесь можно поставить вот здесь написано просто используете установки проекта если вам очень хочется чтобы это было очень хорошо нажмите best но тогда вы это самое вы жрите бледные бутылки водки еще этот проект не закончится поэтому поставьте как есть color 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 в общем вот это вот отвечает за насыщенность вашего видео но это вам нужно побаловаться вы возьмите просто небольшой кусочек вашего видео и попробуйте его со всеми этими хреновинами просто мне некоторые ребята вопрос задавали каким образом сделать так чтобы моё видео например снятое иксбокса было там более насыщенным там все дела вот именно вот вот такую херню это и делается я это никогда не делаю я за натуральный продукт так что вот окей то есть мы создали с вами новое грубо говоря новое 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 прицет соответственно мы его можем пометить галочкой чтобы у нас проявлялся когда мы когда нам это нужно и так значит вот mpeg 1 но это устаревший формат так что ребята я советую вам не пользоваться им так это просто mpeg это ави но вот посмотрите то в чем я делаю дело в том что все эти отбивки сделаны в sony vegas ну отбивки то были организм какой-то непонятный заставочки заставки я делаю в sony vegas дело в том что здесь гораздо больше настроек и заставки мне не занимают более чем 30 секунд то есть ну это нормально для того чтобы они удобоваримо смотрелись при создании видео в улет видео студию я делаю именно вот формате windows медиа видео давайте посмотрим какие здесь настройки настройки очень простые то есть формат аудио мы не трогаем вообще вот эту первую строчку не стоит смотреть значит посмотрим аудио 192 48 бла-бла-бла значит 29 97 они 970 1280 120 прогрессивная развертка 63 мегабит секунду это максимальный по моему и грубо говоря пикселизация один к одному так видео здесь опять же ни хрена ничего не трогаем не надо битрейт битрейт ну вот единственное затык который вот возникает у людей они вообще не понимают обычно битрейт там вот в других форматах характеризуется тысячами то есть тысяча две три тысячи неплохое качество 5000 очень хороший это восемь тысяч больше я не видел на самом деле ну обычно как бы 5000 это достаточно но здесь это все как бы грубо говоря вот вот все зависит от от качества изображения то есть грубо говоря как будет передаваться этот файл это бред это опять американские какие-то бля плюшки запомните 6 мегабит все мегабайт вернее итак если вы хотите индексировать файл действительно если вы его там делаете именно как бы только в sony vegas вы не применять другие программы нажимаете индекс пишите заголовок копирайт кто автор описание рейтинг год хрень короче вот опять же здесь вот это вот использовать качество какое качество качество проект проекта грубо говоря если не дай бог не дай бог у вас есть 3d соответственно можно файлы подогнать под 3d но я бы вам не советовал так прок color и объяснил ok соответственно после того как вы выбрали определенный вами формат вы просто нажимаете рендер но мне уже есть соответственно давайте посмотрим на скорость обработки если вы внимательно смотрите вот сюда вы можете заметить что здесь где-то 26 27 секунд это хрень будет кодироваться сами посмотрите нереальное количество времени поэтому еще раз вам повторяю что вот заставочки и все красоты можно делать sony vegas но для для того чтобы не терять ваше и драгоценное время просто делайте все это в улет студию так но это был гаран ищу вроде бы все объяснил если что тупо отписывайтесь комментариях чем смогу тем помогу с вами был гараныч спасибо за просмотр пока